Беларусь 4 Беларусь 4 Суббота-Воскресенье Ирина, чем бы вы занимались? Есть схема, рецепт идеального выходного дня? Подольше погуляла бы с собакой Так это тихо, хорошо, зелень Птички поют Правда, иногда вместо птичек, поющих воронок, аркающие, но это ничего А вот я думаю, что Галина, наверное, пирогами занялась, нет? Нет Это не мое Что такое идеальное выходное для тебя? Выспаться для начала, обязательно погулять на улице, поиграть на гитаре, может быть, посмотреть сиял и придумать какое-нибудь интересное занятие, ну, типа, сходить на батутную арену или поиграть в большой теннис, было бы классно. А где же написать новую песню? Это в будние дни. Это в будние дни. Ну, вообще, конечно, дорогие друзья, я хочу обратить внимание, что сегодня вот Ирина у нас присутствует, обычно она присутствует в нашей студии в составе нашей любимой, известной группы «Ягорова гора». Сегодня, Ирина, совершенно в другом статусе, это эксперт, фольклорист, человек, который расскажет нам много сегодня про народные праздники и обычаи, и повод для этого все-таки разговора есть. Завтра ночь на Ивана Купала. Кстати, как «Ягорова гора» планирует провести этот праздник завтра? Собирались мы еще до первой половины сегодняшнего дня провести его вместе с другими коллективами городского центра культуры Гомельского на набережной Киевского спуска. А завтра концерт? Да. Ну, сегодня днем нас пригласили в Александрию. На Купалье. На большой концерт, в Купальскую ночь? Вы едете в Александрию, Егорова гора? Неожиданно, здорово. Очень неожиданно и очень здорово. Ну, вы собрались или вы всегда, в принципе, готовы? Мы были готовы к концерту, но он просто немножко в другом месте будет. Ну что ж, дорогие друзья, завтра Купальная ночь. Наверное, это такой, знаете, единственный старославянский праздник, который все-таки массово отмечается еще и в наши дни. И традиционно вечером 6 июля люди отправляются к водоемам, девушки плетут венки, проводят люди какие-то древние обряды. Очень интересно, как вы планируете провести праздник Ивана Купала? Делитесь также своими планами на выходные дни, звоните в студию, оставляйте свои сообщения в Вайбере. Сегодня мы поговорим об истории, о традициях этого, ну, наверное, самого короткого народного праздника и узнаем вообще, насколько же он популярен у современных белорусов. Кстати, народный поэт Белоруссии Янка Купала, он родился именно в эту волшебную Купальскую ночь. Отсюда у него и псевдоним такой. А знаете ли вы, дорогие друзья, какую кашу? Принято варить на Ивана Купала. Это, кстати, вопрос нашего конкурса. Сегодня мы разыгрываем билеты в картинную галерею Гавриила Ващенко. Кстати, там проходят три интересные выставки. Выставка акварели, выставка Станислава Янчарского от Минска на все четыре стороны и выставка из фондов Государственного музея Палехского искусства из России. Так что, мне кажется, устроить такой культурный досуг себе на выходные дни мечтает каждый. Итак, напоминаю вопрос нашего конкурса. По телефону 342243 мы ждем ваши варианты ответа, какую кашу принято варить на Ивана Купала. Галина, что ты знаешь вообще про этот праздник и как планируешь его провести? Вообще о празднике знаю с детства. Я родилась в городе Слагорске и в Слагорском районе в деревне Якимова-Слобода отмечали этот праздник с большим размахом. Все как положено, со всеми традициями. Мы с родителями вместе туда ездили и было весело, было классно. Торговля, конечно же, там была. Кроме торговли, что ты еще запомнила? Огромный костер с чучелом, все плели венки. Там такой небольшой приток реки, насколько я помню, Березина. И туда эти венки все пускали. Было очень красиво. Ну, а завтра планируешь как-то праздновать Ивана Купала? Завтра буду праздновать в Минске. Хочу съездить туда погулять по городу и буду там. Ясно. Ирина, давайте поговорим про праздник. Вот с самого начала, почему он вообще имеет такое название «Ночь на Ивана Купала»? Ну, разберемся, что Ивана и Купала – это две части из разных традиций. Купала – это праздник древнеславянский, еще дохристианский. А вот Иван – это Иоанн Креститель, который христианский праздник. Седьмого числа. Ну, получается, когда… Объединяются две истории. Да, просто христианство, когда пришло на наши земли, чтобы утвердиться, чтобы прижиться на этих землях, надо было по времени выбрать праздники, которые уже тут были, и в это же время, чтобы праздники происходили, чтобы людям уже было это привычное время, и постепенно они переосмысляли эти праздники. Ну, вот получилось такое переосмысление, объединились традиции. Ну, ведь «Ночь на Ивана Купала» она же проходит именно в определенный период, она проходит, она связана с природными явлениями, если я не ошибаюсь, да? Это почти середина лета. Вот расскажите нам об этом. Получается, да, это близко к солнцестоянию, и, ну вот, брать, если новый стиль, то это 24-25 июня, это все-таки ближе к дню солнцестояния, там, примерно 21-го числа июня. Солнцестояние самая короткая ночь, самый длинный день, и солнце – это все-таки такое основное определяющее нашего календаря. То есть получается, что ночь на Ивана Купала, она самая короткая, а день самый длинный? Ну, все-таки смещение уже прошло. Смещение произошло. Да, сейчас уже все-таки ночь немножечко удлиняется, но все равно сейчас очень короткие ночи, но я все-таки не соглашусь, что это самый короткий праздник, он празднуется все равно долго. Он празднуется долго до или после? Ну, много часов. Мам, много часов. Ну, не знаю, молодым, которые, мне кажется, идут искать папоротник цветущий, наверное, этих часов недостаточно. Вообще праздники в честь летнего солнцестояния есть все-таки у многих народов Европы. Вот Яна в день, по-моему, в Болгарии есть, Святой Ян, по-моему, в Венгрии. Ну, вот у белоруса Ивана Купала. Ирина, ты скажешь... Даже на других континентах эти же праздники. То есть вот солнцестояние, когда люди, наши предки, да, вот именно так относились к природным явлениям. А вот расскажите, какие традиции, как вообще отмечали Ивана Купала наши предки, и насколько вообще полно в Беларуси, может быть, на Гомельщине сохранились вот сегодня эти традиции? Ну, в Беларуси больше всего традиции Купалья сохранились в более северных регионах, там, Витебщина. У нас больше сохранилась больше яркая обрядность весенняя на нашей территории. Но Купальская тоже есть. Это и разжигание костров, это и катание с гор зажженных колес. Это наше. Да. У нас так развлекаются. Да, это и, ну, вот тот же костёр, там, через него прыгать, плести венки. Всё-таки это, получается, самое такое время расцвета солнца и поэтому и расцвета всей природы. И поэтому вот именно все травы, вот деревья, там, говорят, что вроде как деревья, даже между собой разговаривают, деревья там могут ходить в эту ночь. Ну, вот как относиться, кстати, к подобным поверьям, вот, современному человеку? Ну, недавно в интернете как раз там что-то проскочила информация, что учёные там доказали, что деревья там как-то между собой общаются, они там дружат между собой. Ну, дорогие друзья, прошу обратить внимание, что об этом вот сейчас говорит фольклорист. Это не просто так, это не какие-то бабушкины сказки. У нас есть телефонный звонок, надеюсь, это вариант ответа на вопрос нашего конкурса. Хочу его напомнить для всех зрителей, какую кашу принято варить на Ивана Купала. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. На Ивана Купала принято варить вечменную кашу из цельного зима зерна. А вы, может быть, рецепт даже знаете? Рецепт? Ну что ж, вы только что выиграли пригласительный билет в картинную галерею Горилла Вашенко. Мы вас поздравляем. Расскажите, какие у вас планы на завтрашний день? Как будете праздновать ночь на Ивана Купала? Собираемся уехать в 5-й микрорайон, посмотреть на то, что там будет происходить. Плести венок умеете? Конечно. Ну что ж, хорошо. Для тех, кто не умеет, спасибо вам большое за телефонный звонок. Дорогие друзья, для тех, кто не умеет плести венок, вот сегодня Ирина устроит мастер-класс. Я вот смотрю, вы пришли с цветами. Ну, расскажите вообще, что такое купальский венок, в чем его основной смысл и как правильно действительно подойти к этому занятию? Ну, получается, вот то, что уже говорили, это расцвет природы, расцвет всего живого, всей зелени, трав. И поэтому они, считается, имеют наибольшую силу в это время. И, ну, вот такое тоже внимание им – это венки. Венки, получается, плели девушки, плели себе и плели парню. Девушкам – это цветы, цветочные венки, там травы. А парням – это уже из веток дуба, клёна, вот такие более мужские деревни. Более мужской такой вариант. Деревья, да. Но что самое главное вот в таком девичьем венке было? Я где-то слышала, что там должно быть определенное количество каких-то растений, трав. Или это все обыкновенное, народное… Ну, возможно, да, там, если так это уже подходить очень так внимательно ко всему этому, то и там… Так хочется комплекс единиц, я тоже вспоминаю, да, венки, которые плели в детстве. Галина, есть опыт в плетении венков? Да. Вот сейчас вспоминаю, что что-то мы такое делали. Если у Рин получится, то, да, я думаю, это венок окажется на твоей шикарной прическе. К сожалению, в городе сложновато все-таки найти не скошенные цветы. Но на самом деле этот венок – это не просто украшение, это особый символ, это таким образом, я так понимаю, девушка искала себе суженого. Ну да, венок – это именно символ девушки, вот ее непорочность, целостность, вот этот круг, чистоты. Но и получается венок… Ой, так, папоротник гнуть нельзя. А у нас папоротник практически уже зацвел в студии, да, можно и так сказать. Ну, вот смотрите, действительно, вот согласитесь, ночь на Ивана Купала, она наполнила каким-то таким вот, не просто волшебством и магией, а каким-то действительно таким загадочным, чем-то таким настроением, я бы сказала. Девушки плетут венки, как Ирина сейчас в нашей студии, да. Прыгают парами через костер, кто-то отправляется на поиски там цветущего папоротника. Вот зачем? Расскажите, в чем смысл всех этих обрядов в эту волшебную ночь на Ивана Купала? Это еще и создание пар, ну, получается, продолжение жизни. Романтический, романтический праздник, да. Романтический, да, но очень даже так это… Прагматически. Для того, чтобы там продолжалась жизнь, надо создавать пары, надо находить себе пару. И Купалья, если еще брать до христианские времена, там тот же через костер прыжки – это очищение костром. И это все-таки костер, это как бы через него прыгаешь, это перерождаешься, сгораешь. И, ну, уже после костра новые люди. Да, а если пары, то это значит, вот уже, ну, вот такое было, что констатация этой пары, это уже вот считалось браком. Ну, ведь Купали – это языческий праздник, правильно? Ну, да. А как сегодня церковь относится к таким народным гуляниям? Церковь, ну, все-таки по-разному. Есть духовники, которые все-таки эти традиции считают, что их уважать нужно, поддерживать. Это все-таки история. Это то же самое уважение к предкам. Все-таки у нас культура наша основывается на уважении, почитании предков. И в христианстве тоже это есть уважение к старшему поколению. Ну, вот такой подход есть. Вообще, дорогие друзья, ведь еще же Белорусская Купаль, оно вдохновляет творцов на создание песен. Думаю, вот среди них самая знаменитая какая? Белорусская песня. Купалинка. Купалинка, да. Я думаю, что Галина тоже вот после сегодняшней программы что-нибудь сочинит про Купаль. Да, я уже подумала. Да, мне кажется, уже какие-то мысли есть. Ирина, а какие вообще обычно песни поют в деревнях на Ивана Купала? Я знаю, что вы своим окопальным голосом даже можете вам что-нибудь вспомнить сегодня. Ну, вот их как раз-таки это обрядовые старинные песни, именно Купальские. Они есть и даже вот нашего региона. И исполнялись они именно акапельно, без всяких инструментов. Но все-таки в основном это было не одиночное исполнение, потому что Купаль в одиночку не гуляли. Это все-таки гуляли все деревни. Надо было обязательно всем выходить, кто не вышел. Там есть даже такая брестская песенка, там имя какое-нибудь подставляется. Там Катя на Купала не была, то ты ведьма была, до Киева летала, на Ивана. Если на Купаль не была, то значит ведьма. Поэтому все стремились, конечно. Да. Ну и тоже там быть отдельно от людей во время праздника, когда считается разгул всей нечистой силы, то тоже страшновато. Я вообще слышала, что Купаль, а спать нельзя. В эту ночь, да, в эту ночь надо бодрствовать, гулять, и самое главное искать папороткветку. Вот что самое удивительное. Ну а песня получается... Ой, тут немножечко неудобно. Чудесно получается. Не знаю, венок ли это, но что-нибудь для Галины... Ой, замечательно. Это пытаюсь примерить, какой размер надо. Ну Галине Суженого будем искать сегодня, да? Правильно? Да. Вот, все должно получиться. Ну песня получается из нашей области, Гомельской. Она даже в репертуаре Горовой горы входит, и даже мы ее вчера в эфире пели, но не допели, потому что это же очень насыщенный эфир был, сейчас попытаюсь, может быть, ее побольше. И именно там вот весь процесс, что делать с венком... Вот создать нам это настроение, венок, купальская песня, мы прям уже готовимся. Так, вроде можно закругляться. Еще чуть-чуть. Ой, рано она, Ивана, девчонка устала, Ой, рано, рано, рано она, Ивана, Девчонка устала, Девиночок свела, Ой, рано, рано, рано она, Ивана, Девчонка устала, Ой, рано, рано она, Ивана, Куда венок плывет, ой, меня не возьми, Ой, рано, рано, рано она, Ивана, О, отозвался хлопец, Девиночок свела, Ой, рано, рано, Рано она, рано она, Ивана, Мы получаем инструкцию. Такая, вы знаете, песня-инструкция к действию, Галина, мне кажется, что все понятно, что делать с венком теперь, да, и в принципе зачем. Галина, ну, Ирина, у вас уже все почти получилось, да, немножко я смотрю так туговато, на самом деле это непростое занятие плести купальский вино, потому что травы сочные, да, насыщенные, такие серединолетние, что называется, потому, наверное, все действительно такое красивое получается и яркое. Галина, как тебе песня, вот как тебе такая музыка? Мне нравится, я иногда даже слушаю народную музыку, не все песни, конечно, знаю, но так кое-что на слуху есть, и вроде бы это тоже слышала. Иногда бывает по настроению, я включаю и слушаю. Ну, смотри, ты сама пишешь песни, ты сама исполняешь их под гитару, а вот о чем обычно ты поешь, о чем твои песни? Наверное, как и большинство артистов и музыкантов, я пою о любви, в первую очередь, ну, а дальше это о счастье, о дружбе, о мире, об одежде, о любимых напитках, вот, ну, как бы, такая широкая сфера. Ну, теперь появится песня о купале. Да. Ну, будем ждать ее в этой студии обязательно. Ну, у тебя планируется летом много концертов, расскажи подробнее, когда... Скажу, я вообще себе такие планы грандиозные поставила. Планирую этим летом дать 9 концертов. Это все будут бесплатные концерты? Да, это все будут бесплатные концерты, но думаю, что из этих 9-7 точно проведу, вот у меня уже 2 прошло, и ближайшие 3, это 10-го числа в одной из кофейн нашего города, Библэс, 18-го числа... Июля. Да, да, июля, 18-го июля, это областная библиотека в рамках их уже традиционных сиеневых вечеров, вот, и 20-го числа приму участие в программе городского центра культуры, авторская песня и стихи, ну, набережной, Киевский спуск. Ну, замечательно, а про август потом расскажешь нам подробнее еще, когда придешь на нашу программу. Хорошо. А можешь сейчас что-нибудь исполнить, может быть, что-нибудь из последнего? Да, с удовольствием. Как-то мы, наконец, устанем От всего, что происходит вокруг Из шкафа свой чемодан достанем Возьмем гитару и спасательный круг Купим одежду, обналичим счета Закинем фотики в рюкзаки Нас так давно Заждалась мечта Всю нашу жизнь Оставляла знаки Возьмем билеты на поезд Отправимся туда, где живет душа Моя душа Рубашки заправим за пояс И будем жить никуда не спеша Моя душа Быть рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы, как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Быть рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы, как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Оставь своей маме записку Пусть знает, что все хорошо Мечты из огромного списка Исполнить время пришло Нам нужно решиться, все бросить Иначе никак не уйти Сегодня я жду тебя в восемь Вторая платформа на пятом пути Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы, как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь Вот мне интересно, у кого из вас Есть домашнее животное Ирина, я так поняла, с собакой мечтает гулять Это значит, собака имеется Да? Какая? Похож на шелти Шотландскую овчарку Большая То есть уменьшенной колли Ну, такой, среднего размера считается Домашняя собачка, я так понимаю Или на выставке какие-то Нет, на выставке он не выставочный Он такой, это друг Хороший друг Галина, есть домашний питомец? Шкокер Спаниель До этого у нас был волкодав А еще до этого немецкая овчарка Ого, с волкодавом я тебя вообще не представляю Ну, я, знаете, думаю, что вас тогда должна заинтересовать Выставка собак Ведь кроме Ивана Купалова В эти выходные на Гомельщине пройдет много и других Интересных мероприятий Например, сразу три международные выставки собак И вот подробности нам сейчас по телефону Расскажет Галина Кузьмина Руководитель Гомельского властного клуба собаководства Галина Федоровна, добрый вечер Здравствуйте Мы очень рады слышать вас в прямом эфире Расскажите нам, пожалуйста, о выставках собак Которые вот запланированы в Гомеле на эти выходные Я, во-первых, приветствую всех любителей собак Вот, хочу сказать всем, что мы всех вас любим Что у вас прекрасная передача Тогда, когда участвуют любители собак У нас в эти выходные, 7 числа проводится выставка Вот, это зоотехническое закрытое мероприятие Где мы, где судьи оценивают племенную ценность наших питомцев Зрелище, конечно, интересное И мы можем пригласить не всех, а только тех людей Которые искренне любят собак прийти к нам на выставку Которая начнется в 10 часов утра И продлится до 15 часов дня Где состоится выставка? Стадион «Луч» Улица Волгоградская 5 То есть в любую погоду? Ну, вы знаете, мы не можем отменять выставку У природы нет плохой погоды А мы привыкшие выгуливать своих животных в любую погоду Это да Галина Федоровна, скажите, пожалуйста А какая вообще порода самая популярная сегодня у городских жителей? Можно как-то обозначить это? У городских жителей достаточно мелкие породы популярны Ну, в лучшем случае весты Средние породы, крупные породы реже Но любителей становится все больше и больше крупных пород А наиболее распространенная на сегодняшний такой день порода Это померанский шпит, джекраслтерьер Вестхайленд уайтерьер Вот эти породы, они чихуа-куа еще и настав Там встречаются остатки роскоши Вот, ну и ершевские терьеры Это основные литомцы наших горожан Галина Федоровна, вы знаете, у меня к вам личный вопрос Вот мои знакомые решили купить шестилетнему ребенку собаку И вот мне интересно, какую породу вы можете посоветовать для ребенка? Для ребенка никакой Для родителей ребенка могу посоветовать Если они полностью берут уход за животным, на себя Они рассчитывают на ребенка То, конечно, очень хорошая порода Это весты, это джекрасл Расселы, веселые ребята Вот, с ними приятно играть Они прыгучие, скакучие Ну и ершевский терьер Кроме проблемы ухода за шерстью Других проблем с ними нет Ох, спасибо, вы нас так заинтриговали, так заинтересовали Можно говорить долго и долго о домашних питомцах Галина Федоровна, мы вам желаем хорошей выставки, хороших выходных Дорогие друзья, только что Галина Кузьмина, руководитель Гомельского областного клуба собаководства Рассказывала нам о выставке собак, которая остается в Гомеле в это воскресенье Ну что ж, возвращаясь к теме Ивана Купалы Я вот смотрю, Галина, для тебя Ирина сплела венок Класс И, наверное, прямо сейчас мы его померяем, да? Давайте Поэтому могу подарить Спасибо На такую прическу Первый раз так на такую прическу Это все для того, чтобы, да, чтобы как можно скорее удача Выбираю смотреться куда-нибудь, как я выгляжу Шикарно Только на такую прическу, да, могло подойти Ирина, спасибо большое, это действительно очень интересно Идет Да, и очень идет Ну что ж, возвращаясь к теме Ивана Купала Дорогие друзья, в областном центре почитатели этого народного праздника Обычно собираются у Любинского озера в Советском районе Так вот, массовые гуляния развернутся там и в эту субботу В 18.00 на площадке у озера Любинское Гости смогут поучаствовать в спортивных состязаниях В мастер-классах по плетению кукол, куполинок, веночков Узнать судьбу по гаданиям и предсказаниям Для самых маленьких там будет работать детская развлекательная площадка Также для гомельчан на Люблинском организуют хороводы, конкурсы на лучший образ куполинки и лучший купальский венок Я думаю, Галина, что ты с этим венком можешь вполне принять участие в этом конкурсе и, наверное, даже победить Ну а в 20.30 на Люблинском озере запланировано сжигание куклы Мары и бой мешками Ну вот кукла Мара, Ирина, что она символизирует и зачем ее сжигают на этот праздник? Вот есть такое сжигание Мары, Марены, там вот у южных славян вот это довольно распространено тоже У нас на нашей территории больше все-таки сжигали ведьму Вот делали там из травы, из чего-нибудь там сухого ведьму Сжигание нечистой силы, да? Да, вот это именно нечистая сила, сжигание нечистой силы Что-нибудь надо сжечь называется, да, в праздник Ну, вы знаете, на самом деле... Ну, праздник это время избавления, обновления Избавления плохого Вот такое Вы знаете, дорогие друзья, ведь увидеть традиции и услышать вот аутентичные купальские песни Можно будет завтра и в урочище Зыбень возле деревни Хальч в Ветковском районе Гомельская Талака приглашает всех желающих попрыгать через костер и отправиться на поиски цветка счастья в 19.00 Подробности ищите в соцсетях Гомельской областной молодежной краеведческой организации Талака Вот празднование купали в городе, наверное, все-таки заметно отличается от сельского формата Ирина, приходилось ли вам бывать вот в наших деревнях на ночь на Ивана Купала? Ну, в деревнях, к сожалению, пока не приходилось А вот на празднованиях в Талаковском, то, что вы только что рассказали, бывало Бывало на празднованиях студентского этнографического товариства Это республиканское молодежное общественное объединение Они проводят на Ушачине, на Выспе, на острове Это, наверное, вообще что-то такое Зачарованное такое получается Да, конечно, конечно Не знаю, где-то можно идти попрыть к ветку Но главное сказать К веток там очень много, причем даже, которые там в Красную книгу внесены И, кстати, вот когда цветы берешь на венок Так Срываешь Надо попросить, желательно, этот цветок Там его прощение у земли попросить, что ты его забираешь Ну, вот такое еще есть Действительно, если подумать Ведь если именно в эту ночь, как считали наши предки Цветы, деревья, все наполняется какой-то особой, живой, да Такой природной силой, то, да, наверное, вот каждый василек Каждый дуванчик, да, требует к себе определенного поклона Лучше когда-то бывало и на Куполях еще, когда в университете культуры училась В Ракове, там устраивали, очень интересно купали Я сейчас видела в новостях, что и сейчас там все это проводят И в Вязанке там, где Купола родился На ваш взгляд, все-таки где интереснее всего проходит этот праздник? На Гомичине? Он везде проходит, интересно, это праздник Это, ну, совершенно свято Это выбивает из будничного Это совершенно другое Тем более, когда это именно ночной праздник Не как вот в городе, там вечером прошел, там костер спалили и все И костер затушили, когда он именно догорел Палатки торговые закрылись, уехали, да? Да, деревня, там уже все Да, если это вот такое ночное куполе, которое с вечера и до восхода солнца и там и больше То совершенно другие ощущения Естественно, там выбивает полностью из жизни совершенно другое ощущение всего Вот попадаешь как в другое измерение в другое время Вообще, вот известно, что ни один народный славянский праздник не обходится без хоровода Который, кстати, сопровождается обязательно песней А что, что вообще такое за явление хоровода в нашей культуре? Ну, хоровод это очень интересное явление Древнее и синкритичное Где неразрывно связано пение, неразрывно движение, танец Притом различные фигуры Это и круговой хоровод И когда ни один круг, когда они в разные стороны могли двигаться Если вот купальские там брать, как оно рассказывалось, как раньше было То там молодежь, вот дети ближе к костру Постарше, дальше, дальше Вот несколько кругов И вот получается те, кто еще помоложе, кого надо охранять Все вот ближе к костру, а кто уже постарше Те вот Такое бы сакральное значение Да, естественно Имеет даже хоровод Дорогие друзья, я вот хочу просто, чтобы вы обратили внимание Что в нашей студии сегодня фольклорист Ирина Глушец И музыкант Галина Лосаева Причем Галина Лосаева на неопределенное время превратилась у нас тут в куполинку Можно и так сказать, да Венок не давит и снимать не собирается, я так понимаю Ну, смотри, если мешает, да Если мешает, то сохрани его Я хорошо выгляжу Очень хорошо, да К завтрашнему празднику Есть вот сообщение от Елены Что еще, кроме венков и костров, делают в купальскую ночь? Ячневую кашу мы выяснили Сжигают нечистую силу какую-нибудь Что делают? Собираются Так, еще что? Собираются вот там все, допустим, деревни Собираются туда, где раскладывают этот костер Раскладывают этот костер Плетут венки Так Водят хороводы Поют песни Поют эти венки Вот, кстати, есть еще варианты, что венки можно бросать в огонь Это хороший знак? Да, ну это в принципе то же самое, что вода Ну, может быть, у кого там не было воды под боком, тот в огонь И, кстати, в огонь тоже там рассказывали, что можно было кинуть А если парень хочет с этой девушкой встречаться То он, да, выхватывает этот ног Галина, ты можешь завтра провести проверку на прочность с кем-нибудь Да, главное найти Ну, в городе это сложновато, потому что все-таки костры будут там охраняться Техника безопасности соблюдается Ну что ж, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что в эти выходные С 6 на 7 июля мы празднуем Купале Такой народный праздник, который очень почитаем все-таки у белорусов И вы знаете, об этом свидетельствует и сообщение наших зрителей в Вайбере Итак, вопрос, который мы задаем сегодня в Вайбере Как же планируют гомельчане провести праздник Ивана Купала? Ульяна сообщает, что действительно Купала это очень веселый праздник Во время которого девушки пускают венки в воду, чтобы узнать, с какого берега придет суженный Галина, сегодня у тебя очень много информации Мне кажется, завтра в Минск не поедешь и пойдешь все-таки на Купальскую ночь В принципе, тоже есть реки Да, Минское море В принципе, да, венок тут не забудь Дарья сообщает, что она очень любит этот праздник с детства Мы тогда всей деревней собирались на берегу, плели венки, прыгали через костер Молодежь гуляла до утра Катерина собирается завтра на Люблинское озеро Каждый год они там встречают Купальскую ночь Ну вот, единственное, сожалеет наша телезрительница Екатерина, что погода немного испортилась Так, Елена пойдет завтра за Крапивой И считает, что ее надо укладывать возле дверного проема в эту Купальскую ночь Она оберегает жилище Есть такое? Тоже поверили? Да, ну все-таки, вот я уже говорила, что Купалье такое очень насыщенное время Расцвет всего в том числе и нечистой силы И вот Крапива как раз-таки это защита от нечистой силы То есть рвем Крапиву завтра, дорогие друзья И вокруг входной двери Ну вот на всех входах-выходах, всех границах Удивительно, вообще это очень удивительно Да, вот мне нравится, когда есть такие вот подобные поверья О которых мы, к сожалению, даже не знаем Спасибо, Елена, за такую дешевую историю Крапива, кстати, тоже такой вот вариант Что могли там прыгать не через огонь, а через крапиву Ну вот крапиву там нарвать вот так вот кучкой Она же тоже сжется, она вот вполне как огонь Так, и Маргарита сообщает А, слышала, что существует традиция Вот, что я вам говорила Собирать 12 трав и плести из них венки Что-нибудь известно про такую традицию? Есть и такое Есть и такое А вот Ирина... Традиций очень много, вот какое не возьми место Даже если там... Свои какие-то, да, добычи, обряды Да, свое, даже там будут рядом деревни Или даже если деревня большая На разных частях деревни может быть совершенно по-разному А, Ирина спрашивает, какие травы можно собирать в ночь на Ивана Купала? Ну, папоротник, во-первых, обязательно цветущий Надо искать Ну, в принципе, очень много какие Потому что это именно время самой их силы Сбора трав, да Вот я знаю, что многие, да, многие любители травяных чаев, да Именно вот в эту ночь собирают травы Ну, тоже это нужно знать Потому что травы есть и очень сильные И с действием, которое там может быть и плохим Если там переборщить, не знать какое Ну да, здесь надо быть именно травником уже в любом случае Тут надо знать, что делаешь И, естественно, там в экологически чистых местах Ну, вам придется прокомментировать еще одно сообщение От нашей Анны, телезрительницы Она пишет, что наша, моя бабушка после Ивановой ночи Проводила ритуал очищения водой на рассвете И умывания росой Расскажите, в чем его смысл, спрашивает Анна Ну, еще варианты, что водой можно обливать друг друга Тоже и очищение И вариант, если там долго нет дождя, чтобы все-таки дождь пошел И умываться росой, и даже качаться в России Потому что тоже вот и травы, и вода Это все самое такое сильное, способствующее очищению, обновлению Вообще, романтическая ночь Искать вместе с суженым папороть-кветку Качаться на рассвете в России, желательно с суженым Я не знаю, более Купаться Купаться вместе с суженым Прыгать через костер вместе с суженым Я не знаю, более романтичного народного права Можно и тоже не вместе, а кто-то найдется Да, все, может быть, для этого же люди, наверное, собираются и встречаются Ну, вообще, дорогие друзья, середина лета Это не только купали, но еще и самое активное время отпусков Кстати, есть уже планы какие-то? Кто-нибудь запланировал отпуск на лето? Есть Куда отправишь? В августе лечу в Батуми Ого! Это первый раз такая была? Первый раз, да Ну, я представляю, как ты уже сидишь на чемоданах Ну, я думаю, привезешь оттуда много, Галя, песен Каких-то, наверное, совершенно других мне почему-то кажется Планирую клип даже там снять себе То есть творчество вместе с отдыхом? Да Отлично Ирина, есть уже планы на отпуск? Я уже часть отпуска отгуляла Как? Как? Прекрасно В агроусадьбе в Беловежской пуще Ох ты! Там где зубры? Ну, зубры там далековато, но волки рядом Ну, кстати, вот такая техника гуляния в лесу Я была одна, но там были, естественно, люди еще Но гуляла так больше одна Естественно, недалеко, но все равно, как бы, диких зверей немножечко это опасно Есть такие специальные даже лесные песни Ну, и рассказывают, ну, времена, местами говорят, что там, когда по грибы идут Как ты там петь будешь, все сразу прибегут на твои грибы Да А другие говорят, что все-таки лучше петь, чтобы отпугать Отпугать тех диких всех животных и хищников, распугать Ну, вот поэтому я пела Помните, что пели? Ну, естественно Можете напить? Ну, вот еще интересное было, что там тоже кукушка ковала Ну, она там, я пела, она куковала, потом она затихла Пели вместе Мы с ней разговаривали Я пою, получается, это Покукай зазюлька, я в лесу ля сошко Ой, рано, рано, я в лесу ля сошко Перед этим она затихла Я спела, она ку-ку Вот это перезагрузка Вот это отпуск, вот это я понимаю Одна в лесу, поет с кукушкой Ирина, спасибо, интересный очень совет отпуска Дорогие друзья Ну, мы поговорим сейчас немножко о другом Вот если вы собрались с ребенком за границу Или вот хотите отправить, например, свое чадо на море с бабушкой Вот какие нюансы стоит знать? Вот прямо сейчас по телефону нам расскажет Елена Харланова Нотариус Гомельского нотариального округа Елена Григорьевна, добрый вечер Здравствуйте Мы очень рады слышать вас в прямом эфире Строим планы на выходные, на лето, на отпуск И хотим услышать от вас такие важные советы Вот смотрите, если несовершеннолетний ребенок выезжает за пределы Беларуси с одним родителем Вот раньше обязательно надо было оформлять разрешение от второго родителя А как сейчас с этим? Сегодня, согласно ныне действующего закона Республики Беларусь о порядке выезда Из Республики Беларусь въезда в Республику Беларусь несовершеннолетние граждане могут выезжать за пределы Республики Беларусь В сопровождении одного из законных представителей Либо, если они выезжают без сопровождения законных представителей Тогда согласие одного из законных представителей Когда речь идет о том, что дети выезжают на оздоровление, на фоноторно-курортное лечение Либо на получение медицинской помощи Тогда требуется согласие одного из родителей Либо, если было решение суда о порядке, например, возможности выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего Без согласия другого законного представителя Либо решение суда о признании другого законного представителя недееспособным Очень много либо, да, очень много Да, нюансов Либо, если родители, может быть, между собой заключили брачный договор Либо соглашение о детях, которых предусмотрели возможность выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних Без согласия другого законного представителя Поэтому в данной ситуации, если все-таки ребенок собрался выезжать с бабушкой То и не на оздоровление, не на получение медицинской помощи Либо на фоноторно-курортное лечение Да, вот на море Согласие все-таки, да, согласие двух законных представителей Папы и мама Папы и мама А если мама захотела вывезти ребенка на море Я так поняла, что ей не надо брать, можно не брать разрешение папы Да, конечно, мама может вывозить ребенка без согласия папы Без согласия папы Но если же папа все-таки против, чтобы мама вывозила его ребенка Тогда он может обратиться в суд с объяснением причин По каким он против того, чтобы мама вывозила самостоятельно этого ребенка за пределы Республики Беларусь Елена Григорьевна, а скажите, пожалуйста, как вообще оформить подобное разрешение на выезд ребенка за границу Например, с бабушкой или с другим родственником Для этого нужно законным представителям обратиться к нотариусу С документами, удостоверяющими личность То есть со своими паспортами, с видами нажительства С документами, подтверждающими факт родственных отношений Это либо свидетельство о рождении, либо отметочка в паспортах О том, что это законные представители детей И тогда нотариус обязательно удостоверит вам такое согласие на выезд несовершеннолетнего А как долго делается подобная процедура? Сколько это времени занимает? Ну, исходя из практики, которая сегодня имеется И при наличии той техники, которая имеется у нотариуса Ну, максимум минут 15-20 занимает оформление такого согласия Удивительно, спасибо вам большое Мы желаем вам хороших выходных Елена Харланова, нотариус Гомельского нотариального округа Рассказала нам только что в прямом эфире Что же требуется для того, чтобы ребенок выехал с родителями Или, например, с бабушкой, с другими родственниками за границу Какие документы? Ну, а после рекламы, дорогие друзья, на нашем телеканале будет музыка И другие подробности культурной Гомельщины на ближайшие дни Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу И сейчас для вас поет Галина Лосаева Не передать словами Чувства к тебе я знаю Это как магия души моей Когда-то давно мое сердце Твой мир захватил в свои руки Нет жизни моей без тебя теперь Я буду писать тебе песни Искать тебя в каждом прохожем Мне будет тебя не хватать Ты будешь всегда со мной рядом Мы будем всегда с тобой вместе Я буду тебе повторять В моей душе И в каждом слове Ты в моих мыслях И мечтах Наедине Всегда со мною Ты будешь ветром В моих волосах Я буду нести твое сердце В своей сберегу твою душу Я буду всегда там, где ты Теперь Я буду читать твою книгу И чувствовать в ней твои руки Любовь пронесу сквозь всю жизнь Поверь Я буду писать тебе песни Искать тебя в каждом прохожем Мне будет тебя не хватать Ты будешь всегда со мной рядом Мы будем всегда с тобой вместе Я буду тебе повторять В моей душе И в каждом слове Ты в моих мыслях И мечтах Наедине Всегда со мною Ты будешь ветром В моих волосах Ты будешь ветром Ты будешь ветром Ты будешь ветром В моих волосах Ты будешь ветром Ты будешь ветром Ты будешь ветром Это действительно очень интересно Вы знаете, дорогие друзья У нас как бы немного времени Осталось в нашей программе Есть очень много еще важных мероприятий Кроме купали на эти дни Хотелось бы обратить внимание Что в Гомельском областном драматическом театре Будет очень жаркий июль Остался ровно месяц До завершения 80-го театрального сезона За это время на сцене театра Будут показаны две премьеры Это сказка Спасите Мигая Светофорыча И спектакль Рыба моей мечты Ну а также состоятся гастроли Национального академического театра Имени Янки Купалы Завершится сезон 30-31 июля Премьерой спектакля Девять белых хризантем Кстати, к работе над этим спектаклем Уже приступил заслуженный деятель Искусств Российской Федерации Михаил Мамедов Ну а на премьеру новой сказки О правилах дорожного движения Спасите Мигая Светофорыча В областной драмтеатр Приглашают детей и родителей 9, 10 и 31 июля Есть еще один летний сюрприз Для всех гомельчан Его подготовил гомельский цирк В эти выходные дни Здесь обещают незабываемое зрелище Цирк на воде Вот прямо сейчас узнаем все подробности У нас на связи Художный руководитель цирка на воде Денис Михайленко Денис, добрый вечер Добрый вечер Мы очень рады слышать вас в прямом эфире Знаю, что вы только-только Закончили свое первое представление Как все прошло, как гомельчане встретили цирк на воде Хочу сразу взаимно сказать о том, что Вы рады нас слышать А мы рады были сегодня выступать Для гомельского зрителя Потому что очень тепло, очень громко принимали Стои аплодировали, кричали молодцы Было настолько приятно Весь коллектив Просто в восторге от такого приятного Чепла води Да, гомельские зрители у нас очень-очень жадные до зрелищ Так что вам придется еще постараться эти несколько дней Чтобы их удивлять и удивлять Ну, говорят, что вы привезли в Гомель 19-метровый фонтан Это правда, Денис? Мы привезли фонтан, который сегодня вас достает до купола в вашем цирке Мы его регулируем под каждый цирк, который приезжаем Вот на данный момент он бьет у нас до самого купола У нас еще, помимо этого всего, у нас есть много фонтанов Которые управляются электронно То есть это шоу, которое делается с помощью компьютера То есть не так, что включили-выключили А прописывается все заранее и делается шоу И вот именно в этом всем есть этот большой фонтан Который добивается аж до самого купола Я вот боюсь уже и слушать вас Скажите, сильно пришлось переделывать наш старый И такой всегда модный гомельский цирк для вашего водного шоу? Нет, мы смогли подстроиться под ваш профессиональный и уютный гомельский цирк Своей аппаратурой Спасибо, Денис Ну, расскажите в двух словах нам о программе Будут ли там еще животные, акробаты, клоуны? У нас в программе это одно большое театральное Скажу так, я не побоюсь этого слова Это театральное зрелище Которое сделано на основе цирковых номеров То есть это не просто отдельные номера Это не просто диверсмен цирковой Это одна большая, будем так говорить, сказка Это театральное зрелище Где есть, на самом деле, фонтаны, свет И есть герои, которые полностью проходят через весь Через всю программу, которая сейчас приехала на воде Это будет сказка, которая называется «Ватерленд» Это мы будем в гостях у главного героя В гостях в «Ватерленде» И там же будет все происходить А там у нас будут и морские котики У нас будут обезьяны У нас будет бурый медведь У нас будет водный балет Переключая сразу на артистов И русалки, наверное, я так понимаю Будут акробаты, гимнасты На пиршах Будут на палке Будут воздушные гимнасты Это будет полет Вот сегодня, когда выполнял социальный трюк Я так сложил, что в этот момент У меня есть время подсмотреть в щелочку, что происходит на манеже Весь зал сделал так Выдохнул И только когда лавитор вставил в руки нашего воздушного гимнастка Только все выдохнули и сказали И начали громко-погоподелать Очень приятно Очень тепло принимали Очень-очень огромное спасибо Еще раз хочу сказать гомельскому зрителю Очень тепло, очень приятно Спасибо, Денис, спасибо вам большое Мы вам желаем интересных действительно выступлений Действительно очень благодарной публике Всегда будем рады видеть вас с новой программой в нашем городе Хороших вам выходных Ну что ж, дорогие друзья, времени много Но есть одна важная информация Я вот все оставляла Галию на финал нашей программы Дело в том, что кроме того, что Галина поет Кроме того, что она сочиняет Она еще и фотографирует Ирина И вот на днях в Гомеле открылась такая довольно Ну я бы не сказала, что очередная твоя выставка Но такая довольно интересная выставка Сама вот расскажи о ней подробней Ну я знаю, что ты фотографировала случайных прохожих И они стали как бы твоими героями этой выставки Все верно? Ну не совсем случайно Где-то мои знакомые, где-то мои друзья Где-то люди, с которыми я познакомилась во время съемок И теперь это люди, с которыми я общаюсь и дальше Поддерживаю дружеские отношения Выставка называется «Встретимся на улицах Гомеля» Потому что это портрет людей в уличной обстановке На фоне каких-то городских зданий В парке, улицы красивые Какие-то статуи про памятники, правильно сказать А как вообще горожане реагировали на девушку с фотоаппаратом? Были ли какие-то забавные случаи во время съемок? На фотоаппарат реагируют обычно А вот на мои волосы Обычно случаи с ними связаны Когда я кого-то фотографирую, нового, незнакомого Все всегда спрашивают, свои ли они И хотят потрогать Хотят потрогать? Ну уже пора сделать из этого какой-то бизнес, наверное Скажи, пожалуйста, каким будет твой следующий проект? Придумала уже? Ну вот сейчас в планах Наконец-то я к этому пришла Я не только придумываю песни Я теперь их записываю в студии И планирую в скором времени Выпустить свой первый альбом А может быть сразу 2-1 Будет акустический Планируется съемка клипа У меня есть идеи с тем, чтобы подключить наших классных иностранных студентов В съемку клипа Ну вот как-то так Ну я вот все просто хочу понять Кто же ты больше? Фотограф или музыкант? И мне кажется, Ирина, здесь однозначно понятно Что, наверное, музыкант все-таки Я на выставке говорила о том, что люди, которых я фотографирую Вдохновляют меня на создание новых стихов и песен Поэтому оно все дополняет друг друга Сложно сказать Что-то одно выбрать я не могу Для меня это сложно Ну, дорогие друзья Есть еще несколько интересных анонсов Как раз музыкальных Может быть, они заинтересуют и вас Ведь вы оба музыканты Белая гостиная Дворца Румянцевых и Паскевичей Приглашает 9 июля в музыкальную гостиную Татьяны Старченко Вечер называется «Эхо любви» И посвящается жизни и творчеству Анны Герман Там будут звучать известные песни и романсы Из репертуара этой певицы Специальный гость концерта Солистка национального театра и опереты И балета Республики Беларусь Татьяна Третьяк Есть еще одна важная информация На базе Центра инклюзивной культуры В Гомеле начала работу первая в стране творческая летняя площадка Ее работа направлена на социализацию детей С особенностями развития через творчество И вот уже на сегодняшний день Большую помощь в работе этой площадки Оказывает волонтерский отряд «Седьмое небо» Организованный на Гомельском заводе «Литья и нормали» Дело в том, что в Центре инклюзивной культуры Призывают всех неравнодушных Которые умеют, обладают какими-то определенными навыками Например, в каком-то ремесле, в бисероплетении Предлагают помочь развиваться вот таким вот нашим детям Летняя площадка будет работать каждую субботу На сегодняшний день в ней занимается уже около 30 ребят И дети, конечно, с определенными заболеваниями Вся подробная информация есть в социальных сетях Ищите Центр инклюзивной культуры Гомельский городской центр культуры Чечерский районный дом культуры Приглашает каждую субботу на молодежную летнюю площадку Там будут игры, конкурсы, викторины, много музыки Начало в 18.00, Чечерск, улица Советская Напротив почты Вот что-нибудь вас вообще заинтересовало сегодня в ходе программы? Может быть, как-то изменились планы выходные? Хотя, я понимаю, Ирина из Александрии не смотрит Я тоже, наверное, все выходные буду занята Но если вдруг приеду пораньше, то можно было бы сходить В белую гостиную Вот, белая гостиную заинтересовала Уже будет, да, уже на следующей неделе Я тоже заинтересована Вы знаете, мне кажется, вас еще должен заинтересовать еще одно мероприятие Завтра, 6 июля, в Туровской епархии, дорогие друзья Состоится крестный ход на велосипедах по маршруту Калинковичи-Юровичи Епархия приглашает взрослых и детей Накануне дня празднования памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских Покровителей семьи и брака Принять участие в велокрестном ходу Общий сбор в 8 утра На месте строительства храма Это город Калинковичи Улица Марата, 72Б Напротив музыкальной школы А вот уже велоотъезд планируется в 18.40 С собой иметь велосипед и хорошее настроение Ну что ж, дорогие друзья Буквально несколько сообщений про Купали от наших зрителей Люблю Купальскую ночь, пишет Анна Как только солнце садилось Молодежь разжигала всегда костер И пары, держась за руки, прыгали через него И здесь все-таки, пишет Анна, наша телезрительница Главное, не разжимать руки, чтобы всегда оставаться в паре Ну с такой, наверное, чудной традицией не поспоришь Ну что ж, напоминаю, с 6 на 7 июля То есть в эти выходные нас ждет волшебная Купальская ночь Сегодня мы строили планы на выходные дни Вместе с музыкантом Галиной Лосаевой И вместе с фольклористом Ириной Глушец Спасибо вам большое за этот добрый вечер Я желаю вам удачно съесть в Александрию Хороших концертов И вообще желаю вам хороших выходных И всегда рада видеть в нашей студии Дорогие друзья, это был еще один добрый вечер Игорь Гомец, Наталья Волынец До новых встреч в прямом эфире Субтитры сделал DimaTorzok